Итак, вы работали с Хантером Байденом в самых разных компаниях. Каковы были его навыки? Какие конкретные навыки он привнес в работу с клиентами? В конце концов, он сделал карьеру в Вашингтоне, окончил юридическую школу Ельского университета и имел очень большую сеть контактов в Вашингтоне, а также привнес свои ноу-хау и понимание работы в Вашингтоне и в конечном счете бренд Байдена. У него есть ноу-хау, так что, насколько я могу судить, он не занимался юридической работой. Но ведь он не был в офисе совета директоров компании Борисмо, не так ли? Нет, нет. Таким образом, сети бренд Байдена, похоже, являются одним из ключевых компонентов компании. Совершенно верно. Да. Как вы думаете, стал бы он заниматься этим бизнесом, если бы его отец не занимал государственную должность? Трудно строить какие-либо предположения на этот счет. Я думаю, что когда мы впервые встретились, он говорил о своем консалтинговом бизнесе, о том, что ему необходимо перейти от лоббирования к консультированию, а также об интересе к частному капиталу. Нам показалось, что это новая и интересная сеть для расширения нашего бизнеса. Очевидно, что бренд Байдена придает тебе большую власть. Это уж точно. И было время, может быть, лет 10 назад, когда частный капитал, возможно, как и искусственный интеллект сейчас, был просто одним из тех терминов, которые люди выбрасывали. Это сложный бизнес. Для этого нужны годы обучения. Но опять же, это первоначальная идея бизнеса, которую они собирались предоставить правительству, а также дополнительная сеть для привлечения капитала. А затем для решения проблем регулирования, которые могут возникнуть у вас на данный момент. Корпоративный уровень. Но как вы думаете, обладал ли он глубоким пониманием правил регулирования? Я думаю, что он возглавлял команду, которая обладала изощренным пониманием правил регулирования. Да, потому что я долгое время жил в Вашингтоне, где было много правил регулирования. Кроме того, это очень сложная область. Совершенно верно, абсолютно верно. Я думаю, что здесь нужно быть экспертом в том, чтобы знать этого парня, а он был именно тем парнем, который был экспертом в том, чтобы знать этого парня. Он был экспертом в том, чтобы знать этого парня. А кто был тот парень, которого он знал? Он знал многих людей, но, очевидно, у него были какие-то знакомые, кто-то из его братьев, его отца, кто-то из братьев и сестер его отца. Так что он знал очень многих людей. И, конечно же, я понимаю, что вы намекаете на то, что отец является ключевым фактором в отношениях. Нет, я просто пытаюсь понять, что Вашингтон это не денежный город. Вы правы. Люди по большей части не занимаются бизнесом в Вашингтоне, так что на самом деле бизнес Вашингтона заключается в продаже доступа. Именно так мне казалось, и не только Байдену, но и другим людям. Да, нет, я думаю, что это одно из основных заблуждений. Мне кажется, что понимание нормативно-правовой базы означает продажу доступа в конце концов. Именно так я это интерпретирую. И я думаю, что именно так интерпретирует это большинство людей на Уолл-стрит, независимо от того, признают они это или нет. Да, именно так. Вот так мы и поступим. У нас сложный бизнес, который пересекается с государственным управлением. Нам нужен парень, который разбирается в этом деле. Вы правы. Как мне поступить с получением визы для парня, который должен приехать сюда для заключения деловой сделки? Позвоните нашему лоббисту, который знает этого парня в ДЭС, или раньше работал в ДЭС, или в таможенном пограничном патруле, или людям в посольстве штата, они могут вам помочь. Таким образом, существуют очень похожие тактические элементы, связанные с регулированием, соблюдением требований законодательства и управлением, которое вам предстоит пройти. И вы должны знать парня, который работал в старом агентстве, а теперь у него есть лоббистская фирма, которая может вернуться в агентство и поставить все на первый план. Но когда люди говорят, что есть какой-то вопрос о том, торговал ли Хантер именем своего отца, если вы живете в Вашингтоне... Я думаю, что вы знаете ответ на этот вопрос. В конце концов, у него было самое большое преимущество для этого из-за того, где он находился. И вы знаете, мы подумали, что когда мы начали заниматься бизнесом, это была отличная возможность для нас. Так что я все понимаю. И вы не единственный, кто так поступил. Вы правы. Их было очень много. Это не единственный сын известного правительственного чиновника, который вообще поступил правильно. Но мне просто интересно, например, когда вы слышите, как люди говорят, что это своего рода открытый вопрос. Если говорить о том, почему они наняли Хантера Байдена, то это звучит довольно неискренне, не так ли? Но я думаю, то, с чем мы столкнулись и с чем столкнулся Хантер, было похоже почти на проблему с Икарусом. Так вот, ему немного досталось, потому что он был слишком близко к Солнцу. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. К тому же связи были слишком тесными, а внимание слишком пристальным. И в конечном итоге это привело к разрушению бизнеса. Итак, сколько раз об этом сообщалось? И вы сказали, что были случаи, когда Джо Байден звонил клиентам по громкой связи. Верно. Как вы думаете, сколько раз это случалось? Но сейчас я использую цифру 20. Это очень много. Это своего рода рекорд. Да, можно сказать, очень много. Так что Джо Байден, который в значительной степени является продуктом Вашингтона, конечно же, должен был знать, что звонит по сути дела на деловую встречу, которую проводил его сын. Он, должно быть, понимал, что именно это и продавал его сын. Мне трудно рассуждать на эту тему. Но, как мне кажется, мой вопрос просто сводится к фактам. Джо Байден, в то время занимавший пост действующего вице-президента, знал, что в комнате находятся деловые партнеры Хантера. Да, я думаю, что могу определенно сказать, что на конкретных обедах или встречах он знал, что у него были деловые партнеры. С самого начала мне было совершенно ясно, что это были за звонки. Я не знаю, был ли это организованный звонок или нет. Тем не менее, это определенно было очень мощно. Потому что если вы сидите рядом с иностранным бизнесменом и слышите голос вице-президента, то этого уже достаточно. Это довольно впечатляющий материал для любого человека. Об этом сообщалось. Я знаю, что это правда. Хантер и его брат, они были очень близки со своим отцом. Совершенно верно. И я считаю, что это здорово. У меня много детей, я очень близок с ними, разговариваю с ними каждый день. Никогда не звоните им по громкой связи во время деловой встречи. Это странно. У вас много детей, и вы с ними очень близки. Вы звоните им по громкой связи во время деловых встреч? Могу ли я им позвонить? Что это значит? Взрослый мужчина звонит своему отцу по громкой связи во время деловой встречи? Верное, чтобы внести ясность. Иногда бывает так, Так что звонок поступает, а громкоговоритель продолжает звучать. Так что это всего лишь президент. Вы же понимаете, что такое округ Колумбии, не так ли? Таким образом, возможность иметь такой доступ и вести такой разговор, причем не в рамках запланированной телефонной конференции, а как часть вашей семьи. Это своего рода вершина власти в Вашингтоне. Я уверен на все 100%. Я думаю, что я выступаю против лжи, которую люди говорят мне с невозмутимым видом, например, конгрессмен Голдман. Мы действительно не знаем, что происходило на самом деле. Вам звонит вице-президент, и вы включаете громкую связь. Это не просто «Привет, пап, у меня встреча с приятелями». Это просто «Позволь мне включить громкую связь с моим отцом, вице-президентом». Да, да. Если смотреть сзади, то я бы сказал, что это злоупотребление мягкой силой. Это злоупотребление мягкой силой. Это очень интересно. Когда вы познакомились с Джо Байденом? С Джо Байденом я познакомился в первый раз, вероятно, на съезде 2000 года. Я думаю, что это было в Лос-Анджелесе, а затем в Бостоне в 2004 году. Так что эти два раза я, вероятно, пожимал ему руку, а затем в 2009 году начался разговор. И именно тогда я снова встретился с Хантером, и мне действительно пришлось сесть и поужинать с ним, и поговорить о переходе от лоббирования к стратегическому консультированию. А затем вроде как о некоторых своего рода объединении усилий вокруг создания фонда прямых инвестиций, который обладал бы таким уникальным доступом, и пониманием нормативно-правовой среды. Вы видите это? Повторите еще раз. Как вы думаете, сколько раз вы встречались с Джо Байденом за время ваших отношений с Хантером? Сколько раз это повторялось. Мне следовало бы сразу же ответить на этот вопрос, так как меня уже столько раз спрашивали об этом. Но сейчас я использую цифру 20. Так что у меня есть к вам последний вопрос, и мы проведем гораздо более длинное интервью и узнаем всю историю целиком. Но мы нашли это письмо в некотором роде потрясающем. Оно датировано 20 января 2011 года. Это письмо от вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, адресованное лично вам, и оно персонализировано здесь, в дно. Это Дивин Арчер, компания Роузман Синека Партнерс. Именно так вы сотрудничали с Хантером Байденом в Джорджтауне. Дорогой Дивин, я приношу свои извинения за то, что у меня не было возможности поговорить с тобой вчера за обедом. У меня возникли проблемы с тем, чтобы уйти от приема президента. Это Синь Тан, который в то время руководил Китаем. Я надеюсь, что у меня скоро появится шанс снова увидеть вас вместе с Хантером. Я надеюсь, что вам понравился обед. Спасибо, что пришли. С уважением, Джозеф Р. Байден-младший, написанный от руки. Счастлив, что вы ребята вместе. Так что здесь есть много уровней. Но вот вице-президент Соединенных Штатов говорит вам, мужчине лет 35, который не является правительственным чиновником. Я очень рад, что вы ребята вместе. Извини, что я был занят с парнем, который управляет самой большой страной в мире. Я бы предпочел поговорить с вами и поблагодарить вас. За что он вас благодарил? Во-первых, это очень милое письмо, и так оно и было. Оно написано с большим энтузиазмом. Хотя это немного странно, не так ли? Да, ну что же, слушай, это было своего рода началом нашего партнерства, и он благодарил меня и Хантера. Спасибо вам за то, что вы внедрили эту идею государственного регулирующего стратегического консалтингового бизнеса в мир прямых инвестиций. И я думаю, что он был в восторге от перспектив, открывающихся перед Хантером. И вы знаете, он просто благодарил меня. Я думаю, что это был хороший жест. Это было очень мило с его стороны. Это точно так. Это точно так. Вы очень вежливы. По шкале этикета это оценивается в 10 баллов. Но он вице-президент Соединенных Штатов. И он обсуждает с вами зарубежные деловые сделки и благодарит вас за это. Вы правы. Я еще раз повторяю, что это возвращает нас к моей предыдущей точке зрения. И да, я думаю, что попал в нужное время. Я думаю, что сорвал джекпот, найдя регулирующую среду или компанию, которая сможет сразу же подняться на вершину. Но, как показывает время, очевидно, что если вы окажетесь слишком близко к солнцу, то в конечном итоге обгорите. Это уж точно. И это причинило вам боль, и вы сильно пострадали из-за этого. И это не критика в ваш адрес. Я бы сказал, что как деловой человек вы должны использовать все свои преимущества. Эти ребята не из деловых кругов. Это вице-президент Соединенных Штатов Америки. Ему не разрешается вести деловые переговоры с иностранными правительствами, пока он является вице-президентом. Насколько мне известно, об этом ничего не известно. Но вот он здесь. Вы правы. Это потрясающе. Мы еще вернемся. Дорина Арчер, спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.